Здравствуйте! Сегодня познакомимся с парфюмерной водой Pleasure с удовольствием компания Estee Lauder. Композиция эта из коллекции моей подруги Натальи, которая не смогла ее носить из-за той ноты розы, которую выбрали парфюмеры, создавая данный аромат. Кстати говоря, парфюмерами были Ани Бузантиан, женщина, известная по сотрудничеству с брендами Avon, Mark Jacobson, Михель Фигер, Victoria's Secret. И более маститый парфюмер Альберто Мориллиас, автор композиции Opus No. 7, Amouage, In Red Armani Bassi, Aqua Divina, Bulgari, Woulez-Woo, Good Girl Gone Bad Extreme, By Killian, композиции, созданные для Kelvin Klein Juice, All in One, аромат под номером 212, его фланкеры Carolina Herrera, мужскую версию Aqua Di Gio и фланкеры для Giorgio Armani, композиции Gucci Bloom и фланкеры Gucci Guilty, фланкеры L'Odisseuse Emiaki и Flower Kenzo, композиции Miracle Lancome и целую линейку ароматов Daisy Марка Джейкобса, а также композиции Fresh Couture Moschino, знаменитый флакон в форме стеклоочистителя, Calone Mugler, ароматы для любимого дома британского королевского дома Penhaligans, ароматы Bright Crystal Versace, ну и также он сотрудничал с многими другими знаменитыми брендами, Saint Laurent, Zara, Salvatore Ferragama, Salvatore Dali, Givenchy и многими-многими другими у данного парфюмера огромный послужной список. Вот работали эти парфюмеры, совместно создавая данную композицию. Если посмотреть на пирамиду, то ожидаешь от этого аромата классического, белоцветочного, плотного сладкого звучания, потому что в пирамиде есть лилия, есть тубероза, жасмин. И в итоге, когда начинаешь тестировать этот аромат, то испытываешь легкое недоумение. Но обо всем по порядку. Сначала рассмотрим оформление. Традиционно у меня, точнее моей подруге, вот предоставленная ею мини-версия. 4 мл флакончик, такой гладкий мелованный картон, в полосочку, даже напоминает какую-то имитацию деревянных панелей. Спереди оформление в бежевых тонах, вверху в виде какой-то росписи, автографа, названия бренда Stee Lauder и композиции Pleasures. Внизу немножечко выделено розовым фоном, концентрация парфюмерная вода, формат атомайзер, объем, ну и снова же мы видим название бренда. Возможно название, кстати говоря, не просто Pleasures, а возможно название надо рассматривать в целом, и Stee Lauder Pleasures, то есть удовольствие Stee Lauder. По краям сиреневый фон использован, на крышке розовый, снизу оранжевый, штриф-код заклеен, правда, штриф-кодом страны, и сзади серые оттенки. Здесь указаны ингредиенты, изображение неизвестно, что символизирующее, меры предосторожности, адреса компании и страна-производитель, Швейцария, ну и также сайт компании. Внутри коробочки оформление кораллово-красного цвета, опять же с надписью красным цветом по этому коралловому фону. В виде какого-то почерка удовольствия от Stee Lauder, как будто бы какое-то письмо, которое подписано Stee Lauder, с пожеланием удовольствия. Картонный фиксатор, достаточно плотный для маленького объема. И вот так вот выглядит миниатюра. Можно увидеть, что цвет жидкости слоновая кость, слегка с зеленоватым оттенком, мне кажется. Густая композиция, маслянистая, маленькие пузырьки, очень продолжительное время жизни. Трубка от спрея уходит глубоко на дно, касаясь его. И трубка достаточно толстоватая выбрана. Но это позволяет создать хороший объем жидкости во время разбрызгивания. Но форма такая забавная, напоминает то ли пули, то ли медицинские суппозитории, извините за такие аналогии. Крышечка жемчужно-серого цвета, слегка перламутровая даже, как мне кажется. И опять же вот этим почерком Stee Lauder Pleasures нанесена надпись, тоже с серебристо-жемчужным цветом, объемная. Внизу очень маленькая наклейка с информацией, читать очень сложно, но вот этот код пробивается. Можно посмотреть этот код в парфюмерном калькуляторе, проверить на аутентичность. А вот спрей выглядит совершенно примитивно, какой-то совершенно такой простой, винтажный, я бы даже сказала, пластик. Со следами подтекания, потому что давно уже этой миниатюрой пользуются. Грубо выполненный, честно говоря, если бы я не знала, что моя подруга приобретает оригиналы, у меня бы возникли сомнения. Ну, код, кстати говоря, тоже пробивается, вот A81, то ли 11-й год, то ли, может быть, 2001-й, я не уточняла, когда подруга приобретала, но уже пробивается и то хорошо. И вот видите, какой хороший, приличный объем создает эта миниатюра. Крупные капли, но большое количество аромата можно на себя нанести. Так вот, что касается композиции. Когда я его попробовала, этот аромат, меня смутила такая табачная горчинка, которую я в нем почувствовала. Возникли даже сомнения, а не битая ли эта версия. Возможно, уже он портится, потому что вот такая табачная горчинка часто присутствует уже в тех ароматах, в которых начались возрастные изменения, необратимые. Но подруга меня уверяет, Наталья, что таким он был с самого начала, когда она его только приобрела. И если почитать отзывы пользователей, то получается, что действительно большинство людей слышит в этом аромате не столько сладкие белые цветы, сколько белые цветы, холодные, с кислинкой и вот с такой характерной горечью, терпкостью. Поэтому придется признать, что, вероятно, такое звучание и является нормальным для данной композиции. Ну, а, собственно говоря, аромат я опишу подробнее в следующем видео.